1 января. Всех словом годом желаю всего наилучшего. Год будет тяжелый, сложный, но это не означает, что мы должны опускать руки и не бороться за светлое будущее. Будем бороться. Но мое выступление не об этом. Я хочу опять поделять вопрос Зеленского, который ночью порвал Порохоботова просто в хлам, потому что всю ночь 1 января мы наблюдали сумасшедший срач, сумасшедшие баталии по поводу того, имел этот сука Зеленский право выдвигаться в президенты или не имел. И еще самое важное, имел ли он право выступить перед президентом Украины, а не после него. Ну просто маразм. Вот как раз знаете, эта ситуация, когда Зеленский на часлом канале вышел в эфир и поздравил украинцев с Новым годом и заявил о своих амбициях, он как раз показывает весь ужас нашего постсоветского прозябания, когда у миллионов людей по-прежнему сидит в голове эта конструкция о сакральности власти, что вот действительно, давайте подумаем, а почему мы должны слушать заявления президента по всем каналам? Мы что, живем в совке, либо мы живем в каком-то тоталитарном государстве? Почему частные каналы в принципе должны ставить заявления президента? Кто такой президент, чтобы все тут же падали ниц? Зачем падать ниц перед обычным человеком, которым выбрали мы? Ведь никому из вас не пришло в голову падать ниц перед соседом Васей, который там, возможно, колдырь, это, возможно, просто хороший человек. Но тем не менее, вы же не падаете каждый день перед ним ниц только из-за того, что он выбирает, как и вы, кстати, президента. Ну, это же логично, ведь президент выбирается нами, так же, как и лородные депутаты и все выборные должности в нашей стране. Мы выбираем президента, мы простые люди, делаем этот шаг. И президент это не какой-то сверхчеловек, который наделен какими-то сверхспособностями. Вся история Украины, да не только Украины, любой другой страны, но вся история Украины, мы говорим о ней, она показывает нам, что люди, которые оказывались в президентском кресле, были самыми обычными людьми. Они ели, пили, там, трахались, бухали, лгали, совершали ошибки, искушались, любили и делали точно такие же вещи, которые делаем все мы в нашей повседневной жизни. Но никому в голову не пришло наделять этого самого себя сакральностью, которую нам предлагают наделять порохоботы. Так вот, в этом и есть тот резон, по которому я в этот раз не буду голосовать за Порошенко, я всех призываю не голосовать за Порошенко. И мне тут же задают вопрос, за кого голосовать? Да за кого угодно, ребята, за Зеленского, за Тимошенко, за Гриценко, голосуйте кого угодно, только ли за Порошенко. Потому что наш Петр Алексеевич строит так называемую Младороссию. То есть, это когда мы имеем эрзац скрепа в виде вот этих томасов и всяких объединительных процессов, которые, конечно же, важны. Но государство там не должно лезть в религиозные дела, потому что у нас государство отделено от религии. И даже если оно туда влазит, то оно должно делать это деликатно, а не решением суда отменять там какие-то внутренние разборки между попами, которым я отложусь критически. Поэтому нам эрзац скрепы не нужны, на мой взгляд. Мы должны органично развиваться. Нам не нужны эрзац, вот эти вот вожди, которых нам подают как единственное правило, как в России. То есть, весь ужас заключается в том, что чем мы будем отличаться от России или чем мы отличаемся от России, если мы относимся к нашему президенту, будем относиться к нашему президенту, как россияне относятся к Путину. Ну, с таким челопочитанием, с таким отношением к божеству, которое истинно в последней эстанции. Да нихера они не истинно в последней эстанции. Нихера они не являются сверхчеловеками. Такие же люди, которые постоянно лажают. Особенно, если брать наших гавриков во власти. Как можно относиться к нашей власти как к сакральной, когда Верховную Раду возглавляет такое недоразумение, как поруби. Ребята, камон, вы серьезно считаете, что вот это вот все, оно должно вызывать какое-то божественное уважение? Нет, для чего подобного? И Зеленский как раз, даже если он проиграет выборы, я уверен, что он проиграет президентские выборы, что Зеленский в этом плане свою миссию выполнил. Он ударил по сакральным скрепам совка, который сейчас реинкарнирует Петр Алексеевич с помощью вот этой своей гуманитарной политики, направленной на то, чтобы создавать видимость, а больше ничего не создавать. И я ли вижу, скажем так, что Зеленский чем-то проигрывает президенту, особенно на фоле той бессодержательной речи, которую произнес президент. О каких перспективах, о каком будущем, о каких приоритетах, о какой последовательности мы услышали в президентской речи Петра Порошенко, чтобы показывать ее по всем телеканалам? Да ни хера подобного. Просто вот это вот театрально наигранное выдавливание слез, о котором еще писал Скоропадский в своих мемуарах сто лет назад. Кстати, именно сто лет назад Скоропадский написал мемуары, как раз через пару месяцев после того, как уехал, точнее говоря, сбежал из Киева. Так вот, ну, стоит обратиться к своим истокам и стоит обратиться к тому, что мы уже пережили, чтобы понять, что не театральное вот это выдавливание слез, не театральные причитания решают проблемы государства и общества. И сакральность ниоткуда не появится, из пустоты не появится, когда люди не видят результатов и когда люди не ощущают на себе конкретные действия властей. Вот когда власть заботится о людях, действительно, но заботится ли так, как папа о чадах, а заботится как сервисный центр, как то, что мы наняли действительно и выполняют свои функции, вот тогда люди будут и соответствующим образом к этой власти относиться. А Пархабутов сполошились, потому что Зеленский действительно сделал мощный шаг, как по мне, а и Коломойский, который где-то там в центре управления полетов тоже присутствует, он тоже сделал очень мощный шаг и очень злато патрулил Петра Алексеевича, которого, ну, показали на место в этом всем процессе. И я думаю, что Петр Алексеевич очень серьезно возбудится после этого всего. И я думаю, что Пархабуты возбудили, если зря, потому что Зеленский может действительно влезти, как это я уже говорил вместе с коллегами, дам ссылки вновь на наше выступление буквально перед Лоугодом. Так вот, что Зеленский действительно может стать джокером, и он еще не осознает, насколько он может сыграть больше, что в политическую игру. А может и осознает, потому что он сделал, ну, технологически очень четко выверенный ход. И, соответственно, для Петра Алексеевича, я думаю, что ситуация вот с вхождением в компанию Зеленского, она может приобрести угрожающие черты, поскольку, если Коломойский и другие крупные мешки обеспечат Зеленскому хорошую организационную структуру и защиту результатов на выборах в первом туре, то он может пройти во второй тур. А во втором туре он может оказаться, он, точнее говоря, он, скорее всего, окажется с Тимошенко. Я думаю, что он проиграет Тимошенко, потому что Тимошенко все-таки более организованная. У нее есть преимущество в том, что она самостоятельный игрок, и что она будет стараться держать баланс, в отличие от Зеленского, которому трудно будет сбалансировать Коломойского. Хотя, опять-таки, кто знает. Но для Петра Алексеевича в этом плане никаких шансов тогда вообще не останется. И я думаю, что в этом случае у нас будет реальный срыв выборов. И реально будет повторение сценария 2004 года, когда у нас, скажем так, признание результата выборов затянется. Все это превратится в возню между различными институтами, обострение процессов. Попытаются запустить некие изменения Конституции. Поднимется тот же самый Яценюк с Аваковым и скажут, а давайте мы проведем конституционную реформу. Ну и, чтобы спасти страну от гражданской войны и чего-то еще, проведем эту конституционную реформу. Тем более, обратятся они к Тимошенко и скажут, Юлия Владимировна, вы же предлагали канцлерскую республику, давайте это сделаем. И Петр Алексеевич скажет, точно, смотрите, ну давайте сделаем вот так вот. И попытаемся разрулить опасный для нашего отечества конфликт. Между того, чтобы признать простой факт, что его больше не хотят большинство украинцев во власти. Не хотят, чтобы он управлял страной. Потому что управляет неэффективно, бездарно, тратит время. Свою функцию Петр Алексеевич выполнил. Ситуация в 2014 году была стабилизирована. Это самое главное. Мы не развалились. И тут Порошенко, несмотря на все его схемы и недостатки, нужно воздать должное. Но нас время должно учить и лечить. И в рамках этого учения лечения мы должны помнить одну простую вещь. Что мы должны менять наших правителей как можно чаще. Для того, чтобы они не засиживались. У них не возникало этого головокружения от успехов. Что они какие-то особые сверхлюди. Что они какие-то уникальные. Что у них есть какие-то способности, которые должны заставлять их нас, точнее говоря, почитать их настолько, что мы должны сидеть как болванчики перед этими телевизорами и смотреть их пустые и ничего не значащие речи. Не нужно нам такой сакральности. И не нужно нам окунаться в это все дерьмо, из которого мы 27 с лишних лет пытаемся выбраться. В этом плане я доволен тем, что сделал Зеленский. Это правильный шаг. Это полезный шаг для страны. И не нужно говорить о том, что клоун не имеет права управлять властью. Извините, но нами последние годы, да не только последние годы, очень часто управляли клоуны. Либо люди, вокруг которых очень много клоунов, с помощью которых они решают так называемые проблемы управления государством. Я не думаю, что Зеленский клоун, потому что Зеленский, прежде всего, человек, который работает в креативной индустрии и который сумел выстроить большую организационную машину, которая зарабатывает миллионы, возможно, десятки миллионов долларов. В этом плане Зеленский бизнесмен круче, чем бизнесмен Порошенко, потому что Порошенко работал с активами, которые ему достались после развала Советского Союза, которые они приватизировали. И мы знаем, как они приватизировались. И Порошенко в этом плане ничем не отличается от других бизнесменов, которые, как только у них убирают монопольки, я имею в виду бизнесменов-олигархов, как только у них убирают монопольки, как только у них убирают возможность черпать бабло из бюджета и получать какие-либо преференции, очень быстро разоряются. Вот в этом плане Петр Алексеевич не впечатляет. А Зеленский впечатляет, потому что он с самого низа вышел, пробрался наверх в иерархии, в шоу-бизнесе и достиг определенных высот. Поэтому не нужно думать о том и выстраивать эту смешную аргументацию, что шут не имеет права управлять страной. Нужно смотреть несколько шире, нужно смотреть, в каком контексте это все происходит, потому что шуты оказались востребованы не только в Украине, но и во всем мире. Посмотрите на движение 5 звезд в Италии, посмотрите на Трампа, который на самом деле точно такой же шут, который достиг тоже больших успехов и является миллиардером. И не нужно шутам отказывать в способностях и талантах. Сами задумайтесь, если люди достигают вершин в чем-то, то по всей видимости это происходит не по случайности, не потому что просто волна их вознесла наверх, тем более, когда они находятся на этой вершине десятилетиями. Поэтому, несмотря на то, что я не верю, что Зеленский станет президентом, ну, по крайней мере, пока сейчас, может к марту ситуация изменится. Но я считаю, что он такой же человек, как и любой из нас. Он имеет право, у него есть достижения, у него есть позиция, и он ее обозначил достаточно четко. Он не сопливил, как Вакарчук, который никак не мог определиться и до сих пор не может определиться, кто он и что он. Он не боится называть вещи своими именами. Да, через шутки, да, через жесткий степ. Но мы должны смеяться над своей реальностью, потому что, если мы перестанем смеяться над ней, если мы перестанем критиковать ее, то это значит, что мы смиримся с ней. А мы не должны мириться с тем, с чем мы живем, потому что недостойно жить так, как мы живем. Мы должны стремиться к большему и к лучшему. Использовать мы будем при этом Зеленского, либо кого-то еще, не имеет никакого значения. Мы должны развиваться и мы должны преодолевать эти постсоветские скрепы. И вот это сословное общество, в котором мы барахтаемся уже столетиями и никак не можем выбарахтаться. Поэтому с Новым годом вас, с новым счастьем. Я считаю, что знаково, как начался этот Новый год и знаково, как начинается это новое счастье. В воздухе пахнет большими переменами. И это то, что произошло сегодня ночью, как раз доказывает этот тезис. Поэтому всех благ вам, отдыхайте, наслаждайтесь жизнью, боритесь. Спасибо за внимание.